Головная задача таких испытов – проверить рабочие якости собак. Это не просто домашние живёлы. Средо дельника у спаборництва у девчая чемпионы России и Европы. А про чатагона, в этот раз, у кармянский район привезли ирландского ваукадава. У спаборництвах он ничем не горш. Увогули неколи поливания с хартами называли царским. Протки этих собак были вядомые еще за 4000 лет до нашей эры. С того часу они крыху изменились, но по раннейшему высоко ценятся ся род специалистов и аматоров. Русская псовая борзая – это жемчужина охотничьего собаковуства, признанная во всем мире и очень высоко ценящаяся. Но её воспитание, её подготовка требуют очень больших усилий. Поэтому истинные энтузиасты породы работают с ней. Проблема поливания с хартами у отсутствия отповедной сдобычи. У большинства краин Европы таких же зайцовых лиц практически не засталось. Тем более приемно, когда отремливается не просто выездить на поле, а и вернуться с трофеем. Собаку Маргариты Антоновой зовут дорогийся борсоколик. На кармяншине он у першыню зловил зайца. Мы рады все, безусловно, потому что зайц красивый. 4 килограмма 800 граммов был пойман нами. Большость привезенных на испыты хартов живут у звычайных шмат поверховых домах. Их господары кажут, что это вельми спокойные собаки. Агрессия у относенных до человека у вогулей лечится браком породы. Марина Кирбитова с Санкт-Петербурга уведая об хартах усё. Я есть оброу зовут Рысь и заповедная Мара. Собаки очень спокойные, и в квартире их практически незаметно. То есть они заходят, их даже не видно. Ложатся, лежат, всё. А вот на улице, конечно, осознаешь всю мощь русской борзой. На испыты харта у кармянским районе отвели 5 дзён. Представники областной организации белорусского товарыства поля уничих и рыболовов подлечили. За день у дельники испыта уробили до 25 тысяч кроков. Это коля 18 километров. На жаль, соправдное полевание с хартами сегодня на Уратте можно убачить. А вот полевые испыты этих грациозных собак у минулая покой не отдышли. Может быть, потому что вот эта перевозка именно животных влияет. Как правило, они пользуются нашими услугами, собаки, егерской службы. Со своими редко. На испытания, да. На испытания, на чемпионаты к нам приезжают со своими собаками. Олег Сенцюров, Сергей Нигеревич и Евген Макеенко. Телерадиокампания «Гомель», Кармянский район.